Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За сутки в Самарской области зарегистрировали 165 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии – 67 424 человека. Такие данные во вторник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 149 пациентов. Всего из больницы выписали 64 289 человек, которому ставили диагноз COVID-19. Время доставки вакцин в прививочные пункты необходимо сократить до нескольких часов. Такую задачу губернатор Дмитрий Азаров поставил министру здравоохранения Самарской области Армену Беняну на заседание оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. В регион пришла большая поставка вакцин. 27 июня доставили 53 400 доз вакцины гам-ковид-вак или спутник ВИ, а в понедельник поступило 1560 доз вакцины КВИВАК. Глава региона поручил министру здравоохранения держать на личном контроле обработку всех обращений граждан по теме вакцинации. Дмитрий Азаров также подчеркнул, для того, чтобы снизить риски массового распространения третьей волны пандемии, необходимо не только проводить вакцинацию, но и в обязательном порядке соблюдать действующие ограничительные меры. Прививку от коронавируса сделали уже более 517 тысяч жителей Самарской области. Из них 416 тысяч человек полностью завершили вакцинацию. Для удобства граждан мобильные медицинские бригады выезжают на предприятие, чтобы люди могли получить иммунитет, не выезжая в поликлиники и не отрываясь от рабочего процесса. Подробнее расскажет Мария Левина. Владимир Ерошин – человек с серьезным подходом к жизни. Первый заместитель генерального директора крупнейшего пищевого предприятия региона. Не менее ответственно Владимир подходит и к здоровью сотрудников. Для их удобства на территории организации работает мобильная медицинская бригада. Конечно, это очень удобно. Не нужно ходить в поликлинику, отрывать время, когда можно это сделать в рамках практически рабочего времени. На сегодняшний день уже большинство наших сотрудников понимает, что это одно из самых эффективных, не одно, а самое эффективное средство по борьбе против этой эпидемии. Порядок действий при вакцинации на территории предприятия точно такой же, как и в поликлинике. Сначала желающий привиться заполняет анкету, согласие, далее следует прием терапевта и только после этого пациент направляется в прививочный кабинет. На сегодняшний день вакцинацию прошли четверть сотрудников предприятия. Мобильная медицинская бригада прибыла из первой городской поликлиники, где провакционировали уже около 12 тысяч человек. Это говорит о высокой социальной ответственности, как руководитель предприятия, так как самих работников, потому что сейчас в условиях наступления третьей волны новой коронавирусной инфекции вакцинация становится еще более актуальна. Сделать прививку можно также в поликлинике и круглосуточных кабинетах. Еще два новых пункта появились на базе самарских больниц номер 6 и 10. Теперь в городе работают три кабинета, в которых можно пройти вакцинацию после восьми вечера и даже ночью. Их адреса – медицинская 4, советская армия 56 и Мичурина 125. На данный момент вакцинировались от коронавируса 517 тысяч жителей региона. Мария Левина, События. В четверг, 1 июля, стартует акция «Самара, я привит». Среди жителей города, которые вакцинировались вторым компонентом, вперед с 1 по 25 июля, разыграют ценные призы – телевизоры, ноутбуки, смартфоны и другую технику. Принять участие могут жители от 18 лет. Нужно заполнить заявку на сайте samarayaprivit.rf и дождаться подтверждения. Итоги подведут 26 июля. Депутат Госдумы Александр Хинштейн провел выездное совещание в Самарском государственном социально-педагогическом университете. Вопрос касался проблемных вузовских корпусов. Об итогах и принятых решениях расскажет Ольга Хомракулова. «Сносить нельзя отстраивать». Где поставить запятую в этом вопросе в отношении корпусов Самарского государственного социально-педагогического университета, решала коллегия, в которой принял участие депутат Госдумы Александр Хинштейн. Это, например, учебный корпус вуза по улице Антонова-Овсеенко. Здание 70-х годов уже полвека без капитального ремонта. Эксперты рекомендовали ограничить доступ студентов и преподавателей в левое крыло здания, которое находится в аварийном состоянии, а также убрать библиотеку и запретить проведение любых мероприятий в актовом зале. Идет так и идет до первого этажа. То есть это вот самое такое небезопасное крыло. Непростая ситуация была и с университетским общежитием по улице Блюхера. Долгострой хорошо известный самарцам. Его не могут возвести с 90-х годов прошлого века. К чемпионату мира здание отремонтировали, но не хватило средств для финального рывка. Проблему все же удалось решить, и в новом учебном году общежитие примет первых студентов. Три года назад у нас бывал тогдашний министр образования Ливанов и пообещал выделить деньги на завершение строительства общежития. Это было сделано, и сейчас общежитие практически готово. Не хватает очень незначительной суммы. Удалось выделить дополнительно порядка 36 миллионов на завершение строительства общежития на Блюхере. В этом году дополнительно уже выделено 35 миллионов рублей на ремонты двух корпусов, на Пушкина и на Максима Горького. Вижу свою задачу максимально способствовать наполнению дополнительными ресурсами, бюджетными средствами из федерации наш ВУЗ, который, конечно же, является очень важной знаковой кузницей кадров. Корпус университетского общежития достроят к новому учебному году. И уже в сентябре он примет 500 своих первых студентов. Ольга Хомракулова, Константин Головин. События. В Самаре наградили волонтеров акции «Мы вместе». Это студенты колледжа и техникумов, которые вернулись с полуострова Крым, где работали на инклюзивном пляже и помогали людям с ограниченными возможностями. Среди них и несколько парней, которые стали героями. С ними познакомился Андрей Горгуленко. Студент колледжа сервисных технологий и дизайна Артем Абдулин, как и другие самарские ребята, стал участником акции «Мы вместе» и этим летом уже успел съездить в Крым, чтобы быть там волонтером на инклюзивном пляже. Только вернулся в Самару он участником героической истории. Он спас руку женщине, которая травмировала ее, выходя из моря. Артем оказался рядом, оказал необходимую первую помощь и контролировал состояние женщины до приезда скорой. Сам героем себя не считает и говорит, что просто делал все так, как учили. Такое бывает каждый день. Каждый день что-то с людьми случается. И, наверное, есть неравнодушные люди, как я, которые могут помочь. И я просто оказался в нужный момент, в нужном месте. Скромничают и еще два героя первой смены этого года – Сергей Елингин и Данила Курушин. Катаясь на катамаране, друзья увидели, как в море недалеко от них тонет девушка, которая упала с ватрушки. Парни сразу бросились на помощь и помогли добраться ей до берега. Первую помощь мы там особо не проявляли. Просто, грубо говоря, подняли и отвезли на берега. Сделать хорошее дело – это хорошо. Но нужно сделать его дважды, трижды, четырежды. Самое главное, чтобы ты не останавливался. Ребят, проявивших смелость и самоотверженность, наградили в рамках празднования Дня молодежи. Поздравил студентов Сергей Бурцев, руководитель Департамента по делам молодежи Министерства образования и науки Самарской области. Награждение для молодых людей стало приятным сюрпризом. Во-первых, всех с праздником. Сегодня наш с вами день, День молодежи. Это очень здорово, что вы внимательны, внимательны к окружающим, помогаете людям. В этом и есть суть добровольчества, суть волонтерства. Самарские студенты колледжа с 2014 года каждое лето уезжают в Крым, чтобы помогать посетителям инклюзивного пляжа. Местные ребят легко узнают из-за желтых майк, делают им скидки в магазинах и считают своими, потому что знают, что самарцы приезжают не просто отдыхать, а помогать людям. Сами студенты считают попадание в программу большой привилегией. В этом году был конкурс «15 человек на одно место». Это очень круто, когда ребята в хорошем смысле слова соревнуются, и они понимают, что это особое место, место такое, знаете, где они шефствуют над инклюзивным пляжем. Очень много историй за эти годы. Они приезжают оттуда, очень глубоко их это достает, прям по-человечески. Вот именно такая обычная человеческая забота, обычное понимание через сердце. Сердца зажигаются. Всего за 8 лет в Крыму побывали уже более 2000 волонтеров из 38 колледжей и техникумов Самарской области. Этим летом такую возможность получат 335 добровольцев, каждый из которых тоже может стать участником удивительной истории. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ГРЭС завершились. Об этом сегодня утром на плановом совещании в Департаменте городского хозяйства сообщил первый вице-мэр города Владимир Василенко. Подача горячей воды потребителям, временно приостановленная в связи с опрессовкой, восстановлена в полном объеме уже в понедельник. По точечному объекту в Волжскому проспекту 39А подключение состоится уже в этот вторник. Также на заседании обсудили вопросы готовности Самары к предстоящему отопительному сезону. В этом году отремонтируют 57 участков теплотрасс. В высокой степени готовности находятся объекты на пересечении улиц Авроры и Печорской, Мяги и Мариса Тореза, Береговой и проспекты Кирова. Уже в ближайшие дни начнутся ремонтные работы на объектах в районе улиц Полевой и Молодогвардейской, квартал по улице Дачной от Коммунистической до Московского шоссе, квартал по улице Пенденской в границах Владимирской и Урицкого, а также участок по проспекту Ленина от Челюскинцев до Осипенко. Еще один вопрос, который вызвал особое внимание специалистов, изменение движения по Новосадовой в районе пересечения с улицей Советской армии. Мимонизировать и сделать более логичную и доступную движение транспорта, задача стоит первоочередная. Вчера ее обсуждали в Минтрансе. Вчера разговор был с областным руководством ГАИ, для того, чтобы вот эти вопросы, они должны быть все решены во взаимосвязи. Чем мы сейчас занимаемся. Укатали в новый асфальт. В Самаре на проезде 9 мая начали укладку верхнего слоя дорожного покрытия. Ремонт картами выполняют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проезд приводят в порядок в границах улиц Гагарина и Стандартной. Несмотря на небольшую протяженность – 630 метров, это значимый участок городской инфраструктуры. На каждом этапе работы контролируют общественники. Подробности в нашем сюжете. Звуки работающих катков и асфальту кладчиков наполняют ночную тишину на проезде 9 мая. Дорога не самая широкая, потому основные работы дорожные строители выполняют ночью, чтобы не создавать помех для автолюбителей. На участке длиной 630 метров производят ремонт большими картами на всю ширину проезжей части. Ранее выполнили фрезерование старого слоя асфальта, теперь укладывают новый, толщиной в 5 сантиметров, с применением современных технологий и материалов для увеличения прочности покрытия. В текущем году при выполнении работ по ремонту картами применяется новая асфальтобетонная смесь. В соответствии с требованиями национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» необходимо применение новых и новейших технологий при выполнении работ. Таким образом, при выполнении мероприятий в текущем году на ремонт карты используется асфальтобетонная смесь тип 16ВН. Ремонт на каждом этапе контролируют городские власти и общественники. Этой ночью они проверили процесс подготовки дороги к укладке асфальта, саму укладку и соответствие техкарте. Качество оценивает заказчик. Мы отслеживаем и смотрим результаты испытаний лабораторных и делаем свои выводы. На данном этапе, если есть какие-то замечания, то подрядчики их быстро устраняют. С точки зрения, как проходит вся компания в целом, то мы мониторим ремонтную компанию с самого начала, знаем сроки начала окончания контрактов подрядных организаций. На сегодняшний момент организации идут либо в графике, либо в сопережающем темпе. Нет сомнений, что к окончанию контрактов 1 сентября все дороги будут отремонтированы. Проезд 9 мая очень важен для жителей советского района. Здесь располагаются два сквера Маяковского и Чехова. Последний был благоустроен в 2018 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и стал одним из центров протяжения горожан. А еще на проезде 9 мая находится муниципальный дом культуры «Заря», который был построен в суровое военное время – в 1943 году. А в наши дни стал традиционной площадкой проведения межнациональных праздников и концертов. Поэтому дорога пользуется популярностью. От имени жителей хочу поблагодарить администрацию города Самары и департамент благоустройства непосредственно за то, что эта дорога отремонтирована в нашем любимом советском районе. Чтобы полностью справиться с укладкой асфальта питона на проезде 9 мая, специалистам потребуется еще порядка двух-трех ночных смен. В случае осадков работы будут приостанавливаться, пока не высохнет основание и возобновляться при первой же возможности. Ремонт большими картами по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре в этом году выполняют на 25 участках по всему городу. Десять объектов уже сданы в эксплуатацию, еще на девяти работы подходят к завершению. Всего выполнено почти две трети от запланированного объема. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Эфир продолжит блок экономических новостей. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В России вдвое выросло число вакансий с удаленной работой. Какие дистанционные специалисты сейчас востребованы? Конечно, работники в сфере IT. Об этом я расскажу чуть позже, а пока поговорим о средствах мат-капитала и социальных контрактах. Общественная палата России предлагает пустить средства мат-капитала, социальные контракты и газовую ипотеку на газификацию жилья. Это поможет развитию индивидуального жилищного строительства. Общественники неоднократно акцентировали внимание правительства на трудностях с оформлением документов для подключения газа. Кроме того, для значительной части населения страны сумма затрат на приобретение и монтаж газовых котлов остается непосильной. То же самое касается и замены системы отопления для газификации. Поэтому малообеспеченные граждане должны иметь право на получение субсидий и льготных кредитов. На эти цели считают эксперты. В России за год в два раза выросло число вакансий с возможностью удаленной работы. Об этом сообщают сервисы по подбору персонала. Наиболее активно работодатели публикуют такие предложения в сферах IT, интернет и телеком. На их долю приходится четверть от всех вакансий на удаленке. Благодаря такому формату специалисты из небольших городов могут зарабатывать наравне с московскими сотрудниками. Правительство выделит более полутора миллиардов рублей на льготные авиаперевозки на Дальнем Востоке. В Кабмине указали, что эти средства позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям, а стоимость перелета составит от 2 до 11 тысяч рублей в одну сторону в зависимости от маршрута. Сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек. Всего благодаря господдержке в этом году будет организовано не менее 1780 рейсов с льготными билетами. В Самарской области стартовал прием заявок на участие в проекте «Мама-предприниматель», который уже не первый год дает возможность женщинам успешно стартовать в бизнесе, получать весь комплекс практических знаний в сфере предпринимательской деятельности. Принять участие в программе могут женщины в декрете и мамы несовершеннолетних детей, при этом не имеющие зарегистрированного бизнеса или ведущие его не более одного года на момент реализации программы в регионе. Заявки принимаются до 21 сентября. Кстати, в прошлом году было подано более 350 заявок. 45 женщин прошли отбор и обучение в трех городах. В финал вышли 15 участниц, каждая из которых получила рекомендации экспертов по упаковке бизнес-идей, призы и подарки от партнеров конкурса. На 30 июня Центробанк установил следующие курсы валют, их вы видите на экране. Нефть марки «Брент» немного теряет в цене и стоит 74 доллара и 42 цента за баррель. На этом пока все, оставайтесь с нами и будьте в курсе. Патриотическое воспитание молодежи и поддержка участников боевых действий. Самарское отделение Российского союза ветеранов войн подводит итоги работы за прошлые годы и готовится отмечать юбилей. В следующем году организации исполнится 50 лет. Как будут праздновать, обсудили на конференции в Доме офицеров. С подробностями Михаил Ермоленко. В мае следующего года Самарское отделение Российского союза ветеранов войн отметит свой полувековой юбилей. А уже в сентябре этого года 65 лет исполнится Всероссийскому союзу ветеранов войн. В Самарском доме офицеров обсудили подготовку к празднику, а также подвели итоги работы организации за два года. В период пандемии члены союза продолжали оказывать помощь своим соратникам. Это поддержка в условиях пандемии, помощь здоровью, проводы в последний путь, которые уходили участники войны и ветераны. Это помощь им в здоровье. Были обследованы ряд товарищей. Определенная поддержка в моральном и материальном плане. И в целом большая работа у нас проводилась. В условиях пандемии нет того, что мы такие герои, а нужда заставляют. Обсудили и взаимодействие союза ветеранов с молодежью. За прошедшие два года организация активно работала со школьниками в музеях области, устраивала праздничные концерты в День Победы под окнами маломобильных граждан, помогала ветеранам не только Великой Отечественной войны, но и участникам боевых действий в Афганистане и на Кавказе. Активную поддержку организации все это время оказывало как областное правительство, так и городские власти. Помощь города, так сказать, она тоже измеряется предоставлением и помещений, и для проведения торжеств. Ну и, конечно, в личные праздники, не только юбилейные, и государственные, значит, все наши ветераны не остаются без внимания. В заключении встречи участников Союза ветеранов войн наградили за вклад в развитие организации. Михаил Ермоленко, Константин Головин, События. По прогнозу, солнечно. В Самарской области столбики термометра в днем не опускаются ниже 35 градусов выше нуля. Волжский пляжный сезон в самом разгаре, потому важно не забывать о главных правилах защиты от солнца. Как безопасно приобрести бронзовый оттенок кожи, расскажет Ольга Хомракулова. Введенная Коко Шанель Мода на бронзовый оттенок кожи вывела отдыхающих из-под зонтиков под палящие лучи солнца. Но в погоне за красотой важно знать, что загар цвета шоколада – это, конечно, красиво, но и многим опасно. Кроме ожогов и фотостарения, чрезмерное пребывание на солнце увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Меланома – агрессивный рак кожи, представляющий угрозы для жизни человека. Медики Самарского областного онкодиспансера ежегодно проводят акцию «Загар должен быть осознанным». Причем работу ведут практически в эпицентре. Сегодня, например, палатку здоровья развернули на Некрасовском спуске Самарской набережной. Меланома – это одна из наиболее злокачественных опухолей. Но она может быть выявлена на ранней стадии при осмотре кожных покровов и при грамотной консультации врача-онколога или дерматолога. Если мы говорим о меланоме, то ежегодно выявляется чуть больше двух тысяч человек именно с меланомой. Медики напоминают – важно регулярно осматривать свою кожу. В случае появления любых подозрительных изменений нужно немедленно обращаться к врачу. Есть такое правило АБЦД. И согласно этому правилу мы рекомендуем всем смотреть на свои новообразования на коже. Мы отмечаем такие признаки, как асимметрия, изменение размера, то есть это увеличение размера более 6 мм, края родинки становятся неровными, плюс изменяется окраска. Медики рекомендуют не находиться на солнце долго. В зависимости от интенсивности и высоты солнца этот период может составлять от 15 минут до полутора часов. На непокрытые участки тела необходимо наносить защитные кремы с фактором защиты СПФ-30. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов, События. Лето – время фотографии. В августе празднуют День фотографии, в июле – День фотографа, а сегодня, 29 июня – День фотоаппарата. С момента создания первого прототипа камеры до выхода в свет продвинутых гаджетов, способных выдать качественные фото за секунды, прошло 200 лет. Сегодня назваться фотографом может каждый, достаточно купить телефон. Впрочем, с этим утверждением не согласятся сторонники классической школы фотографии. Гульфия Сафина выслушала мнение сторонников двух разных подходов – консервативного и новаторского. Никакого штатива, внешней вспышки, встраиваемого объектива и тяжелой сумки наперевес. Сегодня быть фотографом намного легче, в буквальном смысле, признается Радамира Иванова. Она – фотограф с почти десятилетним опытом. В последнее время отказалась от сложной профессиональной экипировки. Уверена, современные качественные смартфоны с их потенциалом способны дать фору старым добрым зеркалкам. Даже свадьбы можно снимать на смартфонах, ты приходишь без огромных сумок, то есть у тебя только смартфон и зарядка. И это все, что нужно для работы. Ты сразу начинаешь делать контент. Да, кажется, что если телефон маленький, и если ты без большой камеры, то ты не профи. На самом деле, конечно, это заблуждение, потому что качество фотографии совершенно не теряется при съемке на смартфон, и заказчик может быть спокоен. Причем ждать не придется долго. Фото с гаджета можно быстро обработать в приложении смартфона и выдать продукт, не занимаясь долгой фотокоррекцией, рассказывает фотограф-инноваторы. Качество не пострадает, а время выиграешь. Впрочем, у новоиспеченных мастеров неофотоискусства нашлись и противники. Андрей Ларионов фотографирует почти со школы. Первую тогда еще пленочную камеру подарили родители. Сегодня за плечами не одна персональная выставка. Прошел сложный, но интересный путь – от проявки и печати в темной комнате до зеркального фотоаппарата. Признается, менять камеру на телефон ни за что бы не стал. Состязаться смартфон по качеству не может ввиду просто физических ограничений. Допустим, у большой зеркальной камеры у нее очень большая матрица. Может быть, в будущем смартфон с помощью определенных программных технологий он и догонит фотокамеру. Вполне этого допускают. Пока что нет. Я на глаз это могу определить. Сколь угодно можно спорить, что лучше – зеркалка или камерафон. Но зачем спорить, если можно проверить? Внимание, эксперимент. Портретная съемка на то и другое. На снимке с фотоаппарата пластичность кадра совершеннее, меньше шумов, мягкое размытие фона, что придает снимку эффект живописной картины. Да и цвета ближе к реальности, считает фотохудожник. Но, конечно, все зависит от телефона и от того, кто делает фото, уверены оба наших героя. Сегодня есть целый ряд фотографов с мировым именем, создающих свои творения исключительно с помощью смартфона. Все они в своих интервью признаются – прогресс предоставил две важные составляющие – свободу творчества и возможность экспериментировать. Но, впрочем, не важно, какой девайс помог художнику остановить мгновение. Главное, что у него это получилось. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok